Вообще полномочено, уполномочено такие серьезные вещи, подписи ставить. Какой можно дать ответ в этой ситуации? Ну, что медиативное соглашение, оно добровольное. Да. И как бы, то есть, оно несет выполнение добровольное. И если оно запитано в форме письменной, значит, уже и нагрузку сделки несет. Но, как бы, больше никакой нагрузки не несет. Совершенно правильно. Медиативное соглашение письменное имеет форму сделки. Да. У нас в уставе лицея написано, что директор лицея представляет интересы образовательной организации без доверенности. Действует без доверенности. Поэтому, если он вправе заключать договоры, сделки, не обращаясь за советом в департамент, то значит, и вправе подписать медиативное соглашение. Это раз. Даже подписывает не он лично, а его представитель, юрист, который направлялся в суд. Второе. Если медиативное соглашение утверждается судом, часть ответственности, вот те же налоговые последствия. Мы решили вопрос с налогом на имущество. Между делом, как вы видите. Это имеет налоговые последствия, публично-правовые, потому что налоги обязаны платить все. А вправе ли директор лицея решать такие сложные вопросы? Вопрос очень дискуссионный с точки зрения теории. Но судья вправе. Дело в том, что когда судья поставит штампик, утверждаю своим решением суда, это будет иметь обязательную силу для всех, включая налоговые органы. Представляете, как получилось красиво. Медиатор помог сконструировать отношения, да? А стороны утвердили медиативное соглашение в суде, и оно стало иметь обязательную силу. Да, оно стало иметь обязательную силу и для самих сторон, и для департамента имущественных и земельных отношений, и для налоговых органов. Более того, судья на этапе утверждения нашел в медиативном соглашении небольшие ошибки. Что нельзя писать в медиативном соглашении? Слова «если». Допустим, когда вы предусматриваете вариант «если вариант А», «если вариант Б», судья задает очень простой вопрос. Как я буду выдавать исполнительный лист в том случае, если вы вот это мировое соглашение не исполните? Мне надо конкретно «не исполнил», я сразу выдал исполнительный лист. Вот и все, коротко и ясно. Поэтому нельзя допускать многозначных формулировок с условными наклонениями в медиации. Все остальное возможно. Когда вы утверждаете его судом, ссылочка на судебное решение я вам вышлю. Оно у нас осталось, мы очень гордимся этим прецедентом. Его на конференции в суде с удовольствием вспоминают, потому что количество медиативных соглашений очень небольшое в России, особенно в арбитражных судах. А это как раз произошло в арбитражном суде. И, между прочим, медиатор был подготовлен нашим центром. Очень хорошо. Тем самым мы смогли получить косвенное признание того, что наши свидетельства имеют законную юридическую силу, свидетельства и дипломы. Но если медиативное соглашение утверждает суд, государственный суд, то, значит, нисколько не сомневается в квалификации медиатора. Тем более такое красивое решение. Одним словом, этот конфликт, если подытожить наше занятие с вами сегодняшнее, Татьяна Александровна, можно условно назвать школьно-урбанистическим на стыке образовательной деятельности, хозяйственных отношений, налоговых отношений и конфликтов точечной застройки. Но в целом, хочу сказать, что за рубежом есть направление, когда решаются конфликты в урбанах.